мысли ислама саламу алейкум на счет запрета волка у детей шапки забрали из-за волка их мать рассказывала адат выложили стыд и срам с волком у нас борются зато двух главы орел висит такой позор такое впечатление будто ты постирал все свои рубашки эту одолжил у соседа и ее стразбуке тебе внутри да и рубашку мне подарили стразбуке это правда люди люди чей подарок для меня очень дорог калиров подобен фараона для вашего народа его ждет подобный конец салам из алматы инша аллах том что ты пользуешься приложением голос истины протестирую очень хорошее приложение для мусульманов я даже не слышал об этом приложении ничего кстати по поводу родственников никаких изменений нет как и ранее пять человек из числа моих родственников находятся в заложниках у кадырова до сих пор никого из них не отпустили и никакой информации о них у нас нет как не скинуть свой номер я живу тут рядом с тобой хотел посоветоваться короче грамматиком проблем общей программе ибраим швид я тебя честно говоря не понял номер свой мне лучше не скидывай если ты хочешь мне что-то написать передать какую-то информацию то есть для этого telegram бот обратной связи в telegram ссылка на мой ребенок канал есть в описании чтобы ничто не перепутать не написать куда-то на фейковый бот то самая правильная методичка это перейти по ссылке под этим эфиром или под любым роликом моим на моем канале в youtube перейти по ссылке в описании на telegram канал зайти в описании telegram канала и там есть ссылка на бот обратной связи это вот та цепь которая не даст вам ошибиться там у вас нет шанса в ошибиться вы не попадете на фейки если вы пойдете таким образом то есть вы знаете что мой официальный канал ю тубе здесь более четырехсот тридцати пяти тысяч подписчиков понятно что это мой он имеет галочку оба мои канала в ю тубе имеют галочки и абу садам шишани и абу садам шишани лайф они оба имеют галочки то есть это значит что они подтверждены лично здесь подтверждена это действительно мне канал соответственно вы видите галочку смотрите любой ролик на этом канале под в описании под этим роликом вы видите ссылку на telegram канал переходите по этой ссылке на telegram канал нет сомнений что вы перешли именно по ссылке с подтвержденного канала то есть вы попали на мой канал там вы увидите более 30 тысяч подписчиков на телеграм канале опять-таки нет сомнений что это мой переходите в его описание там находите ссылку на бот обратной связи нажали все здесь у вас нет никаких сомнений то есть вы не ошибетесь а когда вы просто посредством поиска в telegram ищите и бот обратной связи то он выдает множество различных ботов и некоторые из них это просто фейковые боты созданные кадыровцами для того чтобы как-то выявлять людей пишущих мне в общем нужно быть осторожным с этими ботами там же пробыты хотел видеть чечни в будущем светской исламской как примеру в турции или форм управления как в афганистане я бы хотел видеть правовой свою страну свое государство я конечно как мусульманин хотел бы чтобы все законы соответствовали нашей религии но самое главное чтобы законы исполнялись чтобы государство было правовым чтобы прописанные законы они были про прописаны для всех и для власти для граждан чтобы они безоговорочно исполнялись всеми что власть сама исполняла эти законы вообще действовала в рамках хотя законов и следила за тем чтобы люди тоже соблюдали этот закон вот это вот самое важное том что скажешь про вывод о дкб из казахстана путин прыгнулся под китай смотрите сразу скажу что я не сильно в теме того что происходит казахстане не сильно следил вообще за этим поэтому говорю лишь из вот не той небольшой наверное информации которой я обладаю но я думаю что в дкб вошли для определенной задачи они эту задачу выполнили и соответственно вышли я не вижу здесь какой-то слабости или что кто-то прогнулся просто наверное все задача выполнена казахстане было опробована технология превращения мирного и безоружного протеста в акции грабежа и мародерства мирный протест это кошмар которого боится пупкин и прочей мрази заготовки гб увы том что как швеции принимают час беженцев наверное также если вопрос подразумевает в принципе есть процедуру то она никак не изменилась а если вопрос подразумевал не стали ли здесь как-то легче давать убежище и так далее то ну я не слышал об этом ничего не могу сказать точно но думаю что тоже особо наверное мало что поменялось в этой теме единственное сейчас как вы знаете я рассказывал об этом когда получил убежище что здесь приняли новый закон теперь когда дают видно жительство его дают только временный раньше тебе давали постоянно видно жительства то есть вот ты получаешь убежище неважно любой вид защиты тебе сразу дают по им же постоянный вид на жительстве а сейчас тебе уже не дают постоянный вид в тебе дают временный на 3 года на 3 года и с правом его продлением для того чтобы подлить ты должен будешь работать иметь постоянный доход там не нарушает ничего и так далее это конечно делает саму выдачу позитива делает менее ответственной для работников миграционной службы поэтому исходя из этого мы можем предположить что возможно сейчас стали легче давать позитивные решения может быть но это я говорю так чисто из теории я на практике не знаю стали ли они легче давать или нет вообще в целом вы должны понимать что в любой стране процедура получения убежища защиты это нелегкая процедура просто так за красивые глазки это эту защиту вам не дают хоть и конечно же имеется немало прецедентов где людям не заслуживающим этого этой защиты давали до каждый может привести такие примеры но это скорее исключение большинстве своем это непростая процедура и к сожалению опять таки люди действительно нуждающиеся в защите они как правило получают ее гораздо тяжелее чем те кто придумал свою историю так почему-то устроена эта система это нужно просто как бы принять и если у вас реально есть какие-то проблемы вы сдаетесь вы должны быть готовы к трудностям аноним путин взорвал ахмата кадырова кадыровцы могут ликвидировать кадыровцы могут ликвидировать путина ну а как они его ликвидируют в теории как они это сделать я думаю что это на ну на вряд ли такое возможно ислам ногчи волка бояться в турцию не ездить это точно кстати волка бояться это сейчас актуальная тема в республике как вы наверное вы видели уже эти сообщения что полномасштабная борьба с символикой свободной чечении пошла с символикой и чкери то есть волком начали бороться в телефонах там везде искали волка на одежде и так далее какая-то новая в общем истерия в республике ну что поделаешь я понимаю их опасения на самом деле если бы я был на их месте то я бы тоже опасался бы этой символики я бы тоже опасался этих этой идеи идеи свободы и независимости поэтому поставив себя на их место я их понимаю да действительно для россии для их наместников в республике их режима это очень опасная идея она она приведет к концу вот этого режима они это понимают поэтому и и борьба со всем что связано с нашей свободой с нашей независимостью мысли ислама саламу алейкум аллах дайл бусулб нэйх барт сабойл насчет запрета волка у детей шапки забрали из-за волка их мать рассказывала адат выложили стыд из-за волка но нечего нечего носить волка волка это же явное стремление к свободе и независимости ищ решили с волком у нас борется зато двух главы орел висит какой позор интересно но погоди тоже запрещено смотреть но погоди сейчас наверное не запрещено но как раз я не помню не знаю каком именно году но во времена нашей свободы у нас на телевидении этот сериал этот мультфильм его перестали транслировать кстати говоря потому что там как-то высмеивался волка волк был символом республики у нас в общем перестали показывать этот мультик субтитры создавал DimaTorzok